В России происходит кувалдизация страны, а власть отдает свои полномочия на аутсорсинг параллельным структурам, например, Евгению Пригожину и ЧВК Вагнера. Об этом в колонке, опубликованной в «Новой газете», рассуждает политолог Андрей Колесников. Я процитирую. «В рамках сложившейся системы они практически уже получили легальный статус. Причем на их фоне власть выглядит образцом корректного и предупредительного поведения». Так написал Колесников, обоснователе ЧВК Вагнера, главе Чечни Рамзани Кадырови, который действует в подобном стиле. Как растет политический вес Пригожина, и причем здесь показная жестокость, которой славится ЧВК Вагнер, об этом поговорим подробнее. К нашему эфиру уже присоединяется главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, доброе утро. Рад видеть вас в эфире вот так. Доброе утро. Здравствуйте. Согласны ли вы с мнением Андрея Колесникова о том, что в России постепенно происходит кувалдизация страны от той самой знаменитой кувалды Вагнера, которой в том числе был казнен один из наемников, бывший заключенный Евгений Нужин? Кувалда, безусловно, становится очень специфическим новым символом Российской Федерации эпохи этой войны, эпохи СВО, как они ее называют. Я даже думаю, что можно нарисовать новый герб Российской Федерации, где вот такие скрещенные кувалды символизируют одновременно полный произвол и какую-то запредельную жестокость, которая теперь в России ассоциируется с серьезностью, с решительностью. По данным американских журналистов, у Евгения Пригожина уже сейчас есть частная армия до 50 тысяч человек. Именно эта частная армия называется наиболее боеспособной частью всей российской группировки в Украине. В Украине постоянно, практически ежедневно, происходят публичные, в том числе конфликты между Министерством обороны и частной военной компанией. Они спорят, вот прямо в эти дни они спорят, например, кто из них внес больший вклад в оккупацию Солидара, в наступление на Солидар. И даже назначение российских главнокомандующих в Украине тоже, в общем, выглядит как часть такой полемики с Пригожиным, который становится самостоятельной политической силой и, в принципе, уже стал. То есть в условиях войны и такого готовящегося распада, по большому счету, Российской Федерации, распада, если не территориального, то политического, институционального, не действует Конституция, не работают основные институты власти. В этих условиях создатель первой частной армии, крупной, делает, очевидно, большую политическую заявку. Насколько, на Ваш взгляд, Евгений Пригожин может стать новым министром обороны России? Некоторые как раз усматривают такой потенциал в этой фигуре. В том числе кремлевский политолог Марков написал о том, что достояние России, настоящее национальное достояние России, это Пригожина ЧВК Вагнера. Кажется, что вот этот конфликт между вагнеровцами и Министерством обороны может здесь решиться в пользу Пригожина. Ну, вы знаете, Марков и подобные ему люди, они привыкли держать руку на пульсе, они хотят, так мягко говоря, дружить со всеми, да, и всех как-то ласкать своим языком, значит, рассказывая о том, какие-то великие люди, какие-то великие институции. Поэтому на Маркова в качестве аналитика здесь ориентироваться не стоит. Мне представляется, что становление Пригожина в качестве системной части российской власти на каком-то таком средне-высоком уровне более-менее невозможно. Его не примет армия, какая бы она ни была. Ему не нужен этот пост министра обороны, потому что он бы сковывал его различного рода такими остаточными процедурами. Он хочет действовать как раз помимо российских институтов официальных. Он как бы лучшая армия, чем российская армия. Ему не нужны законы, ему не нужны правила, ему не нужны ограничения. Как раз это, мне кажется, называет наш коллега кавалдизацией России. И в интернете люди, которые, ну люди или боты, которые солидарны с войной, они, в общем, с большой охотностью пишут друг другу о том, что мы тебе кувалду пошлем. Вот будешь себя плохо вести, Пригожин пришлет тебе кувалду. Это пользуется определенной популярностью в этих кругах. Да, в общем-то, не только боты, Кирилл. Мне кажется, что и, в общем-то, региональные политики уже прибегают к этой фигуре речи, обещая наказать как раз кувалду и Пригожина. Да, я забыл действительно про то, что у нас и такая политизация кувалды наступает, что, в общем, она становится все более популярным символом и на более высоких уровнях. Я думаю, что Пригожин бы, возвращаясь к нему, да, я думаю, что он был бы, что его бы могло устроить, ну, некий такой выделенный статус, да. Вот есть формально тот же Кадыров, про которого, кстати, в последние недели как-то меньше стало слышно, чем раньше. Как его знаменитые тикток войска куда-то вообще подевались и гораздо меньше рассказывают о том, как они будут лихо воевать с украинской армией. Мне вообще кажется, что Кадыров специалист по уничтожению безоружных. И когда он сталкивается с стрелковой дивизией, вооруженной тяжелой артиллерией, то, в общем, тикток – это не та сила, которую можно ей противопоставить, такой нормальной дивизии, развернутой во фронте. Ну, так вот, у Кадырова есть выделенная должность, то есть он формально просто глава российского региона, при этом мы понимаем, что он в рамках этой системы делает все, что он хочет, более-менее. Вот Пригожина бы устроила такая же должность, да, создатель. То, что здесь прорастает, скорее, это не его должность во главе российской армии, а создание реально признанной параллельной новой силовой структуры, которая действует поверх всех остальных существующих. Ну, вот здесь вот государство действительно отдало насилие, в общем-то, на аутсорсинг, как пишет Андрей Колесников, Евгению Пригожину. Насколько потом государство сможет вернуть себе эту монополию на насилие? Насколько Владимир Путин держит эту ситуацию на контроле? Ну, или другие политические силы в России? Ну, это очень старая тема для России. Просто раньше она была в мирных условиях, и, по крайней мере, не было войны. Действительно, монополия на насилие давно утеряна, и сейчас она утеряна уже, ну, как бы, показательно. То есть сейчас уже действительно от идеи о том, что только государство может прислать тебе кувалду, то есть наказать тебя по закону, на самом деле, мы уже прям совсем последовательно отказались, и кувалду тебе может присылать, ну, как бы, кто угодно, да, и вообще все, что угодно можно делать. Мне кажется, единственный вариант, который сейчас остался у Владимира Путина, ну, это делать такое, ну, как бы, улыбаться, да, то есть говорить, что, вы знаете, мы этого и хотели. Именно так мы и видим себе прекрасную Россию, вот, нашего прошлого. Да, у нас частная армия, которым мы делегируем неограниченные полномочия, которые вербуют зэков из колоний, отправляют их на фронт, потом возвращают в российское общество выживших, показательно. Это то, что мы хотели. Это то, ради чего вообще ведется война, чтобы вот Россия управлялась таким образом. И я думаю, что, извините, да, я думаю, что те полномочия, которые получил Пригожин, они просто будут так или иначе признаны или легализованы. И это история про государство, которое действительно, ну, вот, что называется, улыбается и машет, потому что ему больше ничего делать не остается. Они выращивают и уже вырастили монстров абсолютно вне государственных, и теперь им нужно будет признать их частью себя. Субтитры создавал DimaTorzok